После учреждения иностранной компании за границей, если вы являетесь налоговым президентом Российской Федерации, у вас возникают определенные обязанности в подаче уведомлений в налоговый орган. Существует три основных формы. Первая – это уведомление об участии в иностранной компании. Вторая – это уведомление о контролируемой иностранной компании. И третья – это уведомление о прекращении в участии в иностранной компании. Уведомления предоставляются в налоговый орган по месту вашей регистрации. При этом отметим, что крупнейшие налогоплательщики обязаны подавать уведомления не по месту своего учета или регистрации, а по месту регистрации крупнейших налогоплательщиков. Налогоплательщики – физические лица праве подавать уведомления на бумажном носителе. Кроме этого, отметим и другие формы документов. Первое – это документы, подтверждающие размер прибыли или убытка вашей иностранной компании. К ним относится финансовая отчетность иностранной компании составлена в соответствии с ее личным законом. А в случае отсутствия таковой финансовой отчетности – другие документы, достоверно подтверждающие прибыль или убыток вашей иностранной компании. Также аудиторское заключение по финансовой отчетности контролируемой иностранной компании, если согласно законодательству страны регистрации компании предусмотрен обязательный аудит или же это прописано в уставных документах вашей иностранной компании. Указанные документы обязательны к предоставлению и они должны быть переведены на русский язык. Также отметим форму 3НДФЛ. Она подается, если вы как физическое лицо обязаны уплатить налог НДФЛ с прибыли вашей контролируемой иностранной компании. Если обязательство по уплате налога не возникло, то декларация 3НДФЛ не предоставляется. А также отметим действие непосредственно уплата налога 3НДФЛ с прибыли вашей контролируемой иностранной компании, если таковая обязанность у вас возникла как у физического лица.